Добрый день, милые богоземляне! Моё имя Дейта Богоземов. По-английски это Дейта И вы можете найти всё на странице loveorder.info Латинскими буквами loveorder.info Извините, что я в халате, просто у меня столько работы и надо отдыхать тоже. Всё это ужасно много работы. Сейчас работаю я буквально с утра до ночи. Иногда падаю, посплю. Сегодня я не буду одеваться, чтобы тут прекрасно вам выглядеть, но я сделаю самое чудесное, что вы ждали всю свою жизнь. Я вам покажу, как вам настоящие деньги самому сделать. Или самой. Как видите, надо такую маленькую. Тут весь этот принцип будет складываться на рунах. Это Фрея. Богиня любви. Самая первая руна. И я сейчас сделаю деньги на базе рун. Вот я уже сделала руны. А тут такие монеты побольше, где большие. Всё можно на них написать. И всё это зарегистрировать в своём местном обществе коренных жителей. Если у вас такого нет, создавайте сами. Ну, в общем целом, один человек может сделать все функции. И банк коренных жителей, и суд коренных жителей понадобится. Надо несколько кладейт скаты сыра. Как это по-русски сказать? Больших таких, куда записывать всё. И всё надо регистрировать. Ручки надо запастить ручками. Если сатанисты грохнут всю нашу цивилизацию, чтобы мы могли удержать цивилизацию на наших любящих, знающих ручках. В наших ручках. Нашими ручками. Всё записано. И вот так мы денежку делаем. Сами. Это всё сделаю сегодня уточком. Вчера вот это я на улице, когда пруд мы чистили, нашла вот эту Еву очень душистую. Потому что они цветут сейчас прекрасными. Белыми цветами. Ох, какой запах просто. Ну, просто прекрасно. И так они будут пахнуть целый год. Вот я уже три стучки отрезала. Снимаем кожуру. И вот такой ножичек вам надо тоже хорошенький, остренький. И надо немножко их обработать так, кругом, чтобы они не распадались. Они потом будут всё-таки, чтобы они не зацепились этими острыми кончиками. Но всё-таки оставить надо немножко такую плоскость, чтобы на ней можно писать. Что тут надо будет цифры написать. Телефонный номер ваш. Тут надо будет поставить вашу подпись и адрес и имя. И вот надо честно это всё заполнять, регистрировать в вашей, в общем, обществе коренных жителей, у которых должен быть контракт со мной. Потому что я императриса, всемирная, бога земли. И я руковожу всемирным центральным банком рун коренных жителей. Они прямо прозрачные, как портелан. Душистые. Заполнить только надо. Зарегистрировать в папочку. Не папочку, как это имя? В блокнот, можно сказать, да? Каждую такую надо зарегистрировать. Пока ещё мы можем фотографировать. И вот эти старинные аппараты хорошо. И батарейки надо закупиться. Если они вырубят всю электричество, когда мы будем от них отказываться, от их паучьей финансовой системы, которую ныне тут оккупанты нам внудрили ложью и обманом. Насадили нас на неё. Нам надо приготовиться, чтобы вот пользоваться своим, без всякого электричества. Но не только это. Суть-то в том, что мы переспешили, мы поспешили. Вот вся технология новая, она не должна быть внедрена, уничтожая старую систему. Потому что всё тогда только экспериментально, и притом ещё не зная, кто это всё имеет и кто этим руководит, как сейчас, да? Потому-то мы сидим, где сидим. Но внедряя вот такие наши коренные деньги, мы показываем. Тормоз. А ну-ка проверим, кто этим всем руководит? У нас есть с вами договора? Ваша система на кого работает? А у нас твоя система. Ну-ка проверим. И tá meu сталкиваю. Ну-ка проверим. Теперь очень надоuso Если так. на эту систему то надо создать так что милые гуляйте срезайте суки вот уже немного мне тут осталось от него бутаку и громоздила вот я сделала самый важный отрубок из него я буду делать по-русски во всяком случае это единственные пистики которые нам надо такие деревянные он показывает что мы меняем систему направление совершенно на 90 градусов теперь у нас будет экономика подарочная без всяких долгов и налогов кому мы должны что-то мы ведь люди самые божественные тут создание богом богами созданные мы тут никому ничего не должны не создаем по праву свои деньги чтобы обмениваться своими божественными трудами сервисом мощью и все наши права богоземлян нам по праву приходится бесплатно вы можете познакомиться с вами правами богоземлян на лап ордер даты инфу the rights of godlanders скачайте также скачайте indigenous world order court of godland statutes 70 страниц всемирные статуты нашего всемирного суда богоземлян все это по-английски только сейчас потому пожалуйста найдите людей кто это все переведет потому что это самые важные документы то перехода перехода с системы долгов и налогов систему подарочной экономики где ни в коем случае основой денег не может ни в коем случае быть золото из-за золота все эти войны и золото им надо чтобы роботов делать нам его не надо зачем оно нам так это все вот переход на золотой стандарт это на стандарт роботов этот квантовый переход на блокчейн технологии вы все уже зачипованы этими и дэшками этими паспортами которые паспорта сотрудников корпораций а не наши паспорта наших нашего государства потому мы идем обратно сейчас на наше общество коренных жителей значит примарное это человеческие права живого человека они у вас есть даже рот не открывая и о нем не говоря и о них не говоря на второй уровень идет ваши высказанные права человека уже организуясь в свои общества и это на втором уровне это общество коренных жителей в любом месте земли и эти общества потом создают контракты с несколькими следующими уровнями то бишь если там создано какое государство так оно ведь должно быть с контрактами с коренными жителями если у них таких контрактов нет это нелегитимно это оккупационные администрации и если это оккупационные администрации так у вас есть права пленника пленника как это по-русски как это по-русски создали такие такой процесс о правах пленников и есть такая не нюринбергская суд а как он назывался ну выпало из головы по-русски я тут пробую говорить очень редко говорю по-русски но во всяком случае у вас есть права пленников и они очень серьезные права пленников как как персоны это ваши права пленников но это уже какой-то пятый уровень или шестой права пленников но ваш третий уровень значит ваши гражданские права и это если есть государство четвертый уровень это ваши международные права это если есть между государствами легитимные договора но сейчас это ведь корпоративные договора они уже по сути нелегитимные значит все это создано не по праву это все оккупационные технологии на базе того что они все у нас украли у нас у живых людей у кого есть право и сейчас они этим ковид пландемии уничтожают опять нас обманывая нас они им надо сейчас уничтожить тех у кого есть право на ими украденное всемирное имущество и они это будут делать обманывая вас что есть пландемия пандемия пандемия ее нет конечно вы будете заражаться от этих тестов которые они в нас в вас тыкают через нос через горло где уж эти тесты многие из них заражены и они конечно показывают совершенно неправильно позитив изумительный президент Танзании испроб и испробовал тесты на животных этих ковид тесты и все животные были с ковидом неужели но да во всяком случае мы сможем это остановить если мы будем заниматься рунами руновыми деньгами руновые эти окса документ это документ я покажу сейчас вот это бумажные которые вы заполняете и даете в вашу управление экономикой вы туда идете с вашим мешочком рун аруны то у нас прекрасные божественные и вы их своим маркируете их действие дату пишите где у нас тут по-русски руны певые они два и вы надпл то нормально и пусть первой вы можете google гуглить все ведь есть в интернете сейчас да но я вам хотела показать вот это с кем с чем я пошла смотреть вот как она руночка которые я буду делать сейчас на все человеческие права буду делать потому что вы еще не способны ну вот она одна такая вот такой же я буду делать из этого да и и надо раздрать посередине раз разбить топором или ножом и у нее появляется вот это одна сторона ставь по остается у меня другая дает тому которым у меня контракт как оплату тут у меня мой сигил на обоих сторонах тут стороны контракта тут номер в моем обществе коренных жителей а тут пишется сумма сумма пишется world-indigenous окса ну можно чтобы вы поняли это своего рода валюта wear да хотя это конечно не валюта потому что валюта само слово называется валютан то бишь без выбора а это не валюта у вас есть выбор вы можете сами ее сделать как хотите вы можете сделать свои славянские руны славянские руны вашего округа или уркутские или вологдовские или крымские и какие у вас там руны есть вы делаете их и сами пользуетесь там все там купоны на продукты привязываете делайте купоновые блокноты выдавайте из коренных обществ книжки купонов на пищу базальную делайте регистры чтобы никто не остался без базальных нужд отоваренных чтобы ни у кого ничего не хватало и мы не говорим там только знаете о сахаре а о масле и мясе и муке мы говорим о всех 14 базальных лучей прав боголюбов то бишь у вас есть право на электричество у вас есть право на жилье у вас есть право на самое правдивое образование у вас есть право на самые настоящие у вас есть право на технологии самые наилучшие у вас есть право на землю у вас есть право на воду у вас есть право на человеческую культуру цивилизацию смотрите что это значит у меня есть видео по-русски в интернете и там я не сижу в халате там я прекрасно приоделась сейчас нас забили в углу я сижу тут ну буквально одна потому что вы не хотели делать свои деньги вы хотели эти чипы вы хотели эти технологии которые вас будут убивать нам вы не хотели заниматься своими правами вы хотели все пойти на выборы раз в 4-5 лет да все уладится нет не уладится ответственность надо брать за все и решать надо все на своих судах в своих обществах в своих банках правь надо брать в руки свои и своими ручками все записать не так уж это тяжело сделать но делать надо да вот это надо перевести на русский тут здорово вы можете просто заполнить форму 2000 евро в месяц для взрослых 750 умножить на 2 для школьников 500 умножить на 2 военно это время наше сейчас для дошкольных детишек но это все только потом когда купоновую систему сделаете потому что чтобы всем было все базальное чтобы никто не терпел муки чтобы было у вас свой блокнот сейчас когда ресурсы у нас малые мы не можем так всем дать сразу 2000 евро в месяц без какой работы все только раскупят и оставят других без еды но надо начинать с купоновыми книжками чтобы у всех было самое базальное потом мы идем на месячные и вот это есть база нашей денежной системы которая даже не деньги уже это называется окса вот это окса она не является никогда долгом и не нуждается в налогах чтобы это все отоваривалось это система не долговая финансовая монетарная а это система подарочная как было раньше и ее база человек потому и человек это заполняет сам каждый месяц говорят я живу и это мое право иметь все что мне по праву полагается как богоземляну и я ваша тенна ваша княгиня императрица дита богоземли я вас люблю охраняю и эту прекрасную систему воплощаю приключайтесь подключайтесь да будет с нами боги земли на этой божественной прекрасной матушке земле нашей чтобы не верить так я